Вы уважаете президент России Владимир Владимирович? Скажите, пожалуйста, мне все время будут перебивать ваш честь. Так невозможно. Обратите внимание, и я, и моя защита нас постоянно перебивает вот эту вот девушку с подполковничьими погодными. Почему? Как не устроено. Она может двигать протест к вам. Она не имеет права перебивать меня. Если я что-то сказал ей не нравится, она имеет право заимить протест. Но мы видим, что у нас инспекция не может сказать ни одного слова. И когда каждый раз он просто плавает в луже, он уже прибегает по заделу подполковничка. Так не может идти процесс. Здесь есть порядок судебного заседания. Давайте по очереди говорить, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, вам будут с каждой стороны протесты по поводу данного вопроса. Протест принимается. Это не относится к вам, с данным представлением, потом искать на окнате. Спасибо большое. Попрошу никого не перебивать, душе. Пусть вы должны разгадаться в действительности. Давай, с данным адвокатом принадлежащим. Нужно, поспорить и сохранить к здесь. Вы и этого не слышали? Эта информация тоже у нас осталась незаметной. У вас на случае отличия? Что извините? В период нахождения вашего замечения мы учтем. Хорошо. Скажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, суду и мне, каким образом я мог лучше исполнить наложенные на меня обязательства. Напоминаю, я в полкому, потом осуществил, потом был в реанимации, потом вышел из больницы, смог встретиться, связаться с адвокатами и отправил вам письменную бумагу о том, где я нахожусь, почему я там нахожусь и о том, что вы будете уведомлены о моем возвращении. У вас был адрес, у вас был у тебя контактный телефон. После чего я продолжил лечение, продолжил физиотерапию, закончил его, купил дверь на самолет и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, чтобы вас уведомить? И почему вы здесь? Смотрите всем в лицо и говорите, мы пришли к нему домой, а его дома не было. Конечно, меня не было, ведь я вам отправил бумагу о том, что я нахожусь в лечении и на лечении. Что я могу сделать еще? В открытом подсказке у СССР есть контактные данные, фирмиалом главной администрации. В изменении и университетов предоставить какие-то документы, подтверждающие в период конечного решения, после 23 сентября. Ваша честь, возможно это волшебное стекло, и он просто меня не понимает. Еще раз, я вам отправил бумагу, я же не врач, я отправил бумагу, что я нахожусь на лечении, и нахожусь живу по какому-то адресу, и у меня есть адвокат, у адвоката есть телефон, дальше я находил лечение, вам что уже забыл, видеозаписи на видеотерапии, или что, просто объясните, каким образом еще я мог бы уведомить вас лучше. Я не понимаю, передоставить документы, подтверждающие наличие этих лечений для неявых, в одновременности, вы обязаны очутываться перед одновременностью. Кома, вселудиверная кома отравления, не уступляется ли? Я же даю вам вопрос, дайте по очереди, хорошо? Значит, еще раз, лечение включает в себя, и непосредственно ты лежишь на койке сначала, без сознания, потом лежишь на койке без сознания, потом нет свое время продолжительное, учишься ходить снова, и так далее, и так далее. Так что я попал в аварию, и он довольно долго потом лечится, и я довольно долго лечил, да, о чем вас уверят. И там написано, что он лечился, и проходил реакциацию. Это может у меня стать врачом недостаточно? Нам после справки с инфекцией, который был ответственным, то есть, ничего не пропал. То есть, сейчас вы видите бумагу? Вы тогда на каком основании говорите, что вы не знали о моем местонахождении? Я с этого вопрос начал. Зачем вы обманываете? Вводите в заблуждение суд. И говорите, что вы не знали о моем местонахождении, что я скрылся, если я вам отправил бумагу сразу же, поясняющую все указания на его адрес.